Всем привет! Меня зовут Ника Комета. Ника Комет по-английски. Я певица в группе Chase the Comet. Я также занимаюсь преподаванием языков. Говорю по-английски, французски, по-испански, ну, по-русски, собственно. У меня свой авторский курс по произношению, по американскому произношению. Преподаю вокал, в общем, пишу песни. И, в общем, занимаюсь очень многими вещами, так, чтобы мне не было скучно. Наверное, все это можно так подвести под одну большую непрофессию. Назову это так, я гуру горловой чакры. Все, что связано с пением, с разговорами. Мне очень понравилось. Гуру горловой чакры. Да, да, вот так. Ты у нас полиглот. Ну, как-то вынужденно, да, так получилось. А как так получилось? Я там понимаю, английский там по месту жительства, может быть, наверное, испанский тоже, да? Я так понимаю, ты живешь в Калифорнии? Я прожила в Калифорнии семь лет. В данный момент я в Колумбии нахожусь. А, ну... Это объясняет многое. Вот, но на самом деле я по образованию просто переводчик. У меня BA in Linguistics. Два диплома переводчика, да, русский, английский, русский, французский. Вот, и, собственно, благодаря французскому, испанский оказался, в общем, простым довольно-таки языком, потому что я уже знаю всю грамматику, большую часть лексики, как бы, да, вот. А сколько выучить слова, да? Ну, ты знаешь, кстати, в этом плане, опять же, ты сама, наверное, подтвердишь, что когда у тебя уже есть несколько языков, каждый... Много легче. Просто вот так. Особенно, когда вот языки из одной и той же языковой группы... Абсолютно. Да, становится легче. На сегодняшний день ты сказала, что ты сейчас находишься в Колумбии. Очень интересно, как ты попала в Колумбию. Ты упомянула Калифорнию. Как ты попала? Вообще, откуда ты родом? Расскажи весь свой маршрут до Колумбии. Я родилась в СССР. Вот, то есть... Тогда это... А точнее? Ну, сейчас это территория нынешней России. В городе Кирове я родилась. Вот. И всё детство своё я провела в городе Нижнем Новгороде до 15 лет. Там... Окей. Да, там я, в общем, пошла в школу и начала своё музыкальное образование. Вот. А, в общем-то, языки в том числе тоже я начала учить уже в детстве. Вот. А когда мне было 15 лет, мои родители решили переехать в Москву. Папа у меня работал в Москве в основном. Вот. Вообще, у меня семья актёров. Я актриса в третьем поколении. То есть это всё-таки что-то генное, да? Вот эта горловая чакра. Ну, я полагаю, да. В общем, с шести лет я пела в хоре, который международно турил, да, и выступал. Моя первая поездка за границей состоялась с хором в 99-м году. Я поехала в Швейцарию. Вот. То есть туринговая деятельность уже у меня началась с детства. Вот. И потом, когда мне исполнилось 10 лет, моя мама, актриса, меня начала вовлекать в свои выступления. То есть я уже выступала с 10 лет, зарабатывала там какую-то денежку. Вот. А в 7 лет я снялась в фильме «Сибирский цирюльник». Вот. Тоже, в общем, да, уже как бы приобщаясь потихонечку к профессии. Вот. Ну, дальше больше. Когда я переехала в Москву, так случилось, что я училась в школе со своим будущим мужем, который меня пригласил играть, ну, точнее, петь в группу. В рок-группу. Да. И мне, конечно, это сначала всё нафиг было не нужно. Ну, то есть... Скажи, пожалуйста, ты до того, как познакомиться со своим мужем, ты вообще слушала рок или увлекалась им? Вообще нет. Вообще нет. Окей. Да. Мои родители... Итак, моментик. Рок — это путь к любви. Да. Это было, на самом деле, очень интересно, потому что я росла там, как все девочки моего возраста. Я фанатела от «Селин Дион», «Титаник», «Witness Houston», «I will always love you». То есть для меня вот это было, ну, как бы, примером того, как классно можно петь, будучи девочкой, да, будучи женщиной. Вот. Тем не менее, значит, меня пригласили в группу, и я сначала как-то... Меня так всё заломало, и, ну, в общем, что можно ожидать от 15-летних шкетов, которые взяли в руки инструмент, и, конечно, это всё было, как бы, такое себе. Вот. А я-то уже как бы была опытная, я уже выходила на сцену Большого театра на тот момент, выступала с мамой, да, турила по стране, по различным фестивалям актёрской песни. Вот. И, в общем, как-то мне не очень хотелось оставаться в группе, но мой будущий муж написал песню. А, ещё проблема была в том, что в группе был другой вокалист, парень-вокалист, и он не очень хорошо пел. Окей. И мне, конечно, вот как бы вот это вот всё деление лавров, мне это, в общем, не очень нравилось. И тут мой будущий муж написал песню, которая впоследствии, в общем, стала нашим главным хитом. Песня называлась «Покажи мне», наша группа называлась «The Sun», как солнце. И он написал эту песню и сказал, ты будешь петь её одна. И это то, что меня заставило остаться в группе, да, ради этой песни я осталась... На каком инструменте играет твой муж? Мой муж играет... В группе он играет на гитаре, но вообще он мультиинструменталист, у него образование по тромбону, он также играет на басу, на барабанах, на клавишах. Как ты решила в первый раз эмигрировать? Ой, ну, это было, наверное, такое решение, которое долго зрело. Во-первых, мы, ну, как бы погрузившись, вот я начала погружаться в панк-рок, и это было начало двухтысячных, то есть все подростки, как бы, нашей тусовки, мы фанатели по всему, как бы, западному, американский пирог, да, там, Blink-182, если ты знаешь такую группу, да, то есть вот весь вот этот американский поп-панк, американский образ жизни, конечно, на нас он оказал огромное влияние, и уже тогда начали, как бы, появляться такие мысли, ну, типа, блин, а почему вот кому-то повезло родиться в стране, где пальмы, солнце, бассейны, и можно купаться, да, и как бы в океане, а ты родился в серости, в серости, где тебе там, ну, в общем, за, не знаю, покрашенные волосы или пирсинг предъявят на улице, да, нам, как бы, в принципе, такая, ну, вот эти проявления менталитета нас никогда не устраивали, мы, как бы, как неформалы, мы регулярно огребали от, в общем, ну, гопоты, вот, и, ну, я пошла учиться в Российский университет дружбы народов, собственно, который я закончила с тремя дипломами, вот, то есть у меня сразу, как бы, у родителей было понимание того, что, ну, в общем, нужно куда-то текать. У меня было ощущение того, что меня и мою позицию в этой стране не принимают, и, и, как бы, и я не чувствовала, что мне комфортно, вот, ну, в общем, я много путешествовала, я училась в Лондоне, ездила там на месяц. Конечно, было и чудесное комьюнити, да, и театральное комьюнити, в котором я росла, да, ну, как бы, куда меня, в общем, мама, в которой мне мама помогла влиться, хоть я была маленькая, да, то есть у меня было понимание того, что... Открыла дверь этого комьюнити для тебя. Да, 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 что есть интеллигенты, дальше у меня было понимание, что есть моя панкрок-тусовка, где мне комфортно, где я говорю с людьми на одном языке, и есть весь остальной мир вокруг меня, где мне небезопасно. И, в принципе, вот это ощущение того, что мне небезопасно, мне небезопасно быть собой, мне небезопасно быть женщиной, и плюс более того, что если я каким-то образом отличаюсь от людей вокруг, да, то мне об этом обязательно дадут знать, да, это в лучшем случае, если просто посмотрят, да, каким-то образом осудительно, а в худшем случае, в общем, я еще и огребу по шапке за это. Я такой человек, я не привыкла сидеть на месте, то есть для меня всегда вот это ощущение стабильности, одинаковой работы, это для меня смерть. Я, в принципе, в своей жизни работала на постоянной работе только два месяца, я работала переводчиком в Sony Pictures, и потом я сказала, я рок-звезда, а я ухожу. Поэтому, да, ну, то есть, как бы, я думаю, что здесь не то, что есть плохое, хорошее, есть просто люди, которые, для которых кочевничество, новые впечатления, да, и отсутствие стабильности, это для них нормально, а для других людей это стресс, и, как бы, им надо, чтобы у них была постоянная работа, постоянное жилье, и им это комфортно, да, то есть, ну, просто разные типы людей. Ну, и, как бы, не растягивая все это дело, в 2010 году я впервые поехала в Штаты, провела там месяц, в общем, посмотрела, как оно все классно, и, опять же, я не хочу выглядеть как человек, который идеализирует Америку. Однозначно, пожив там 7 лет, я знаю плюсы и минусы, да, и, собственно, поэтому, как бы, немного забегая вперед, в данный момент я нахожусь в Колумбии, вот. Тем не менее, как бы, на том этапе мне показалось, что, блин, я настолько не хочу быть частью русского шоу-бизнеса, потому что к тому моменту мы участвовали в телепроекте «СТС зажигает суперзвезду», наши песни были взяты в сериалы, в несколько сериалов, в том числе «Покажи мне песню», про которую я рассказывала. Эти песни звучали как саундтреки в сериалах, и мы не получили ни копейки с этого, ни копейки. Мы, как бы, поняли, что для нас это все не работает, я съездила в Штаты, и тогда, в 2010 году впервые я приехала, я стала рассказывать своим, ну, бэнбэйтс, ребятам, с которыми мы играли в группе, да, в том числе мой муж, уже на тот момент мы с ним встречались, как два года, спустя какое-то время, потом там мы выпускали альбом, что-то там, в общем, занимались, я заканчивала институт, об этом мы, конечно, не думали, но в 2013 году мы впервые задумались о том, чтобы действительно взять билеты и всей группой поехать в Штаты. И я занималась со своим барабанщиком-басистом английским, мы готовились вместе подать на визу, и вот так судьба разрулила, что моему мужу и мне дали визы, а нашему басисту и барабанщику визы не дали. Понятно. Это, наверное, действительно судьба распределилась. Вот. И, ну, а я как бы такой человек всегда была очень упрямый, я овен по гороскопу, и у меня всегда такое, ну, не дали, так мы ещё раз попробуем. Но, к сожалению, как бы не все люди такие. И это, ну, как потом показывает практика, да, это на самом деле отчасти определяет, ну, как бы силу твоей мотивации, насколько ты сможешь вообще тянуть иммиграционный стресс, да, насколько сильно, как бы, у тебя горит. И когда мы в 2013 году с мужем, мы подумали, ну, ладно, мы, по крайней мере, сейчас, может быть, съездим на разведку, мы как раз поженились, у нас а-ля было свадебное путешествие, и мы приехали в Штаты, но у нас почему-то в тот момент как бы вообще не было представления о том, что мы можем выступать вдвоём. Мы поиграли в Нью-Йорке в Централ Парке, мы сходили на пару открытых микрофонов в Нью-Йорке, ну, и нам, конечно, прожжённым панк-рокером было это не то. Ну, то есть вот это вот блынь-блынь под гитарку, это грушинский фестиваль, как бы, да, а мы-то вообще, мы рокеры, да, нам же надо, чтобы было... чтобы было громко, чтобы, в общем, пробирало, так сказать. Ну, и как-то вот на тот момент мы побыли, какое-то время попутешествовали, но поняли, что на самом деле это то, куда нам надо. И несмотря на то, что мы уехали обратно, мы зарядились так круто, что, приехав, мы отыграли практически все крупнейшие рок-фестивали в России, но мы поняли, да, что нам куда-то вот надо двигаться в этом направлении, это был такой пинок под зад, писать англоязычные песни, и всё больше, как бы, мы стали выпускать англоязычных песен, и в итоге, после очень тяжёлого периода в жизни, в 2015 году, мы взяли билеты в один конец, вот, в Сарджелес, и поехали, в общем, да, с целью, с целью нести свою музыку миру, так сказать. А расскажи немножко вот про иммиграционную часть, да, мы послушали чуть-чуть про карьеру, было бы действительно интересно послушать, как иммиграция выглядела тогда. Слушай, ну, это, конечно, была полная авантюра, когда меня сейчас спрашивают, типа, а как вы решились? Я говорю, честно, решиться было вообще несложно, но, типа, ты покупаешь билеты, всё, они у тебя есть. Мы пантрокеры, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, готовиться к поездке, как это делали многие умные люди, мы ничего такого не делали, мы веселились, бухались с друзьями, как бы, да, на прощание, и в итоге, когда мы приехали, у нас почему-то было такое понимание, что мы сейчас приедем, быстренько снимем квартирку, я займу денежку у родителей там немножечко, да, чтобы снять квартиру на первое время, и, собственно, дальше мы там что-нибудь найдём, какие-нибудь подработки, будем там записывать в студии, куда-нибудь в какую-нибудь группу, вот. То есть у нас как-то это всё в голове выстраивалось очень легко и просто. Я просто сама прошла не очень лёгкий путь иммиграции, да, и поэтому мне так интересно слушать, как люди проходили через это. Так, если вкратце, денег у нас не было, в принципе, друзей, знакомых у нас было несколько человек, и благодаря им мы каким-то образом смогли не ночевать на улице. То есть мы приехали, мы остановились у моей знакомой Алены Алехиной, она тоже такая достаточно известная барышня в медийном пространстве, вот, бывшая сноубордистка, вот. Затем у нас был, у нас было несколько ещё знакомых, и, значит, что произошло? Мы пытались снять квартиру, нас, конечно же, кинули на деньги. Дай угадаю, люди из постсоветского пространства. Естественно, да, естественно, конечно, а как ещё, понимаешь? Если лицет, это наше всё. В этот же день мы не знали, что нам делать, мы отдали все деньги, у нас была машина, которую мы арендовали до этого, и мы поехали на пляж, мы получили штраф на там 150 или там 120 долларов за неправильную... Ну, то есть всё вот классика иммиграции, она вся вот просто себя... В одном месте. Да, просто себя вот так преподнесла. И, ну, мы сели в машину, я как сейчас помню, и мой муж мне говорит, ну, давай, наверное, у нас всё не получилось, давай, наверное, поедем обратно, будем, да, будем работать, там я верну твоим родителям эти деньги, которые мы просрали. Вот, по крайней мере, в России у нас есть работы, да, мы знаем, как заработать там эти деньги. И я просто обливаясь слезами на пределе вообще своих психических возможностей закричала, нет, мы будем бороться, мы пойдём, мы будем искать здесь варианты, нам только нужно выйти из машины. И, значит, мы вышли из машины, пошли вдоль, это было на Венисе, и мы пошли вдоль Вениса, и, представляешь, где-то в проулке между улицами мы встретили своего знакомого, которого мы знали там несколько лет назад, да, и тут я начала, значит, тебе говорить, всё, это знак, это знак, что надо остаться, что мы сможем, ну, и как-то помаленечку, там, у него мы остановились, он нам дал 150 долларов, мы купили гитару на эти деньги, значит, потом там у подружки переносили. Музыканты! Да. Что значит, музыканты? Ну, мы хотели зарабатывать, и, в общем-то, мы пошли на Венис, мы играли на Венисе, значит, нам кидали денежку, да, то есть всё это у нас было. И потом, в общем, тоже переезжали с дивана на диван, останавливались у разных людей, по каким-то знакомым жили, в Сан-Бернардино, в доме, где русские растили траву в промышленных масштабах. Ну, короче, там, да, в общем, очень много интересных историй. Около полугода у нас ушло на то, чтобы, наконец, накопить денег, чтобы снять собственное жильё, и то это была комната в общежитии, через Airbnb, в Инглвуде, вот. То есть мы принципиально не общались с русскоязычными людьми, да, то есть только... Первое правило иммиграции. Да, то есть... Не работать и не нанимать на работу своих. И ты знаешь, удивительная вещь, которую я тоже хочу отметить, что когда ты потом оглядываешься назад, ты понимаешь, что вот эта ситуация, в которой мне казалось, что я умру, что я просто... У меня сердце остановится, и всё, вот, когда история с квартирой произошла. Потом я оглянулась назад, и я поняла, что в итоге, благодаря этой ситуации, мы столько денег сэкономили. Потому что в итоге мы потом жили с людьми на протяжении полугода. И просто даже тупо, я не говорю даже про опыт, что бесценно, а просто даже с точки зрения финансов, ты потом понимаешь, что вот это вот якобы плохое событие, оно в итоге сделало тебе лучше. Расскажи, пожалуйста, Катя как-то упомянула, что вас кинул какой-то армянский адвокат. Расскажи, пожалуйста, про это тоже, и потом мы как-то перейдём к более позитивным моментам вашей миграции. Ну, да, слушай, мне кажется, это очень важно, потому что не может быть без негатива, не может быть вот этого опыта. И мне кажется, это очень важно для людей, которые только приезжают, а с этим сталкиваются впервые, да, и все через это проходят. Касательно адвоката, значит, что произошло? Как только мы приехали, мы приехали по туристической визе, мы, конечно же, сразу озаботились вопросом того, как мы можем на законных основаниях, да, ну, в общем, остаться и продолжить заниматься своим делом. Вот, мы обратились к адвокату, которого мы знали по, ну, предыдущей работе, да, то есть это не был какой-то человек там с улицы, да, это человек был, с которым и мы работали, и которого порекомендовали по знакомству, ну, когда мы с ним работали, да, за три года, да. И, значит, что произошло? Он сказал, что визу O1 нам сделать не получится, потому что для этого нужен работодатель. Он нам дал, там, пять месяцев, да, найти этого работодателя, что, конечно же, у нас не получилось. Вот, хотя я хаслила, как могла, мы играли концерты, два месяца спустя, как мы приехали, мы уже собрали группу, сыграли первый концерт в Whiskey & Go-Go, вот, это такой культовый клуб в West LA. Вот. И, значит, когда пять месяцев истекли, работодателя мы не нашли, лейбл мы не нашли, он нам сказал, что, ну, давайте попробуем сделать студенческую визу, потому что, ну, у меня есть степень BA, да, и мы можем попробовать сделать, типа, учебу на Masters. И далее, значит, мы подготовили все документы, вроде как подали на смену статуса, и следующие два года ничего не происходило. То есть, как бы, я, естественно, нервничала, я понимала, что не может это все происходить так долго, и я, ну, звонила адвокату, мы приезжали, он просил там дополнительно денег, это еще пятое-десятое, и, значит, в какой-то момент выяснилось, что нам отказали в смене статуса, но он подал апелляцию, и, значит... Не сообщил вам об этом. Ну, это, это, я вот сейчас точно не помню, то есть, нет, он сказал, что мы будем подавать апелляцию, мне нужно там то-то, то-то и то-то от вас, да, и, соответственно, мы предоставили все эти документы, дали, как бы, информации, ну, какая была информация, ждем, ждем рассмотрения апелляции. И после этого опять все зависло, я проверяла номер кейса на сайте, да, то есть, ну, вот, как это обычно делается, и мне высвечивало, что case pending. То есть, конечно, я нервничала, конечно, у меня, ну, было непонимание, как мы, мы уже там, у нас закончилась виза, мы продолжаем оставаться в Штатах, ничего не меняется, никаких новостей нету, и, конечно, вот я проверяла этот номер на сайте, и там было написано pending. Значит, в 2018 году мы поехали в тур с, ну, группой нашей, и так получилось, что нами заинтересовался очень серьезный инвестор, который захотел вложить 300 тысяч долларов в наш музыкальный проект. И, да, и это был очень серьезный дядька, много хваливных слов, и он был суперсерьезный, ну, как бы, на сегодняшний день. Годовый 300 тысяч – это достаточно серьезные деньги были. Да, в общем, и сейчас тоже, они маленькие, так-то. Вот, но, как бы, смысл был в том, что он, естественно, не мог с нами подписать никакой контракт, потому что мы не обладали правом работать в Штатах. И мы, конечно же, начали дергаться, переживать, потому что, значит, этот человек, его адвокат позвонил мне, и, на секундочку, его адвокат был адвокат Слэша, это гитарист группы Guns'n'Roses, да, ну, то есть, в общем, это говорит о серьезности обоих товарищей. Ну, и, значит, этот адвокат со мной поговорив, сказал мне, у вас нет статуса, вы вне статуса, вы нелегалы. И для меня это, конечно, был ужасный шок. Я стала тут же звонить своему адвокату, спрашивать, что, как. Он меня, конечно же, стал разубеждать, говорить, нет, все в порядке, мы просто ждем. Значит, я поняла, что нужно что-то делать, ситуацию эту менять, потому что ничего не двигалось. И мы нашли новых адвокатов, которые запросили бумаги наши у этого адвоката. И, значит, посмотрев бумаги, они вынесли такой вердикт. Они сказали, как бы по бумагам у вас все окей. Ну, типа, было отказано в визе, отказано было по глупой причине, причину, в общем-то, Хайк мне тоже обозначил. Отказано было якобы потому, что подача произошла после того, как наша туристическая виза из стекла. Но по датам в документах было видно, что это не так. И как мне это объяснили, что в тот момент Трамп пришел к власти, они проверяли вручную очень много документов. И вот... Могла быть допущена ошибка. Ну, короче говоря, адвокаты сказали, новые адвокаты сказали, что как бы по бумагам вроде как все ок, апелляция была подана. Но проблема была в том, что с момента подачи у вас был год. И так как все это длилось дольше, и вы не выехали из страны, из-за того, что вы не выехали из страны, вы как бы нарушили миграционный режим. А нам никто даже не сказал об этом. То есть мы не знали, когда мы спрашивали, все ли в порядке, ну, нормально ли, что мы столько времени здесь пребываем. Ну, то есть информации не было. То есть, по сути, весь этот кейс называется просто attorney's misrepresentation. То есть у нас не было полноценной информации для принятия решений. И новые адвокаты как бы нам предложили, в общем, ну, они сказали, ребят, ну, как бы из вашей ситуации выход один, замужество. Мы говорим, ну, мы не можем жениться, потому что мы женаты между собой. Соответственно, это нам нужно разводиться, жениться. Ну, как бы кто в это поверит? Потом мы никогда не хотели врать. То есть у нас позиция была, и, в принципе, изначально тоже, когда нам сказали, давайте оформлять политику, мы сказали, вы знаете, ну, мы не хотим врать. Да, как бы нас много не устраивало, но, ну, как бы мы не можем подтвердить, что... Именно нас преследовали и так далее, да? Да, да, да. То есть, ну, по большому счету, как бы нам грех жаловаться. Вот, и мы никогда... Это была наша принципиальная позиция, что мы не хотим врать, мы не хотим ничего придумывать. А какой был выход от всей этой ситуации? Расскажи, фастфорвард, как вы все-таки легализовались? Адвокаты нам предложили очень-очень рисковую схему, о которой, как показывает практика, многие даже не знают, иммиграционные адвокаты в том числе. Значит, схема была такая. Мы должны были подать на петицию по визе Оуан, да, и нам новые адвокаты сказали, что наших кейсов будет достаточно для этого. Ну, опять же, никаких гарантий. Они нам сказали, мы никаких гарантий вам не даем. Значит, петиция Оуан, в случае, если ее одобряют, мы должны были выехать из страны. В этот момент у нас начинался бан на обратный въезд на 10 лет за нарушение иммиграционного режима. И мы должны были с этой петицией одобрены пойти в посольство. И получить визу Оуан с баном на 10 лет. Но как только ты получаешь визу и въезжаешь заново, бан снимается, потому что тебе выдали новую визу. Ну, понятно, но там очень много есть нюансов, что могут они впустить в страну или же не вейвнуть этот бан. Расскажи, пожалуйста. Ну, нам, к счастью, просто очень повезло. Это был супер рисковый маневр. Тем не менее, нам одобрили визу Оуан. И то, что удивляет большинство людей, на самом деле, тебя могут простить за нарушение. Скажи, пожалуйста, в момент интервью, как вы оправдали нарушение статуса? У нас не было разговора об этом. Ауч! Окей, как интересно всё расположилось. Ну, я вообще в целом верю в Бога, да? И как... Я не знаю там, во что ты веришь, да? Но с моей перспективы, например, как всё Бог всё так устроил, что оно всё так прошло гладенько. Ну, да, ты знаешь, я как бы тоже верю, в общем, в высшие силы. И, конечно же, я очень надеялась, что, ну, всё пройдёт гладко, потому что моя совесть чиста. И когда мы заполняли анкету на визу, ты помнишь эту чудесную страницу в анкете, где ты должен везде ответить «но». А участвовали ли вы в международных террористических организациях, да? Ну, да, как бы так. Вот. И там есть вопрос, нарушали ли вы когда-нибудь иммиграционный режим? И мы честно ответили «да». И написали, что... как бы... И это абсолютная правда на сто процентов. То есть, если бы мы знали, что происходит, если бы мы чётко имели понимание того, что если мы не выйдем из страны, то мы станем нелегальными иммигрантами, то, конечно же, мы приняли бы абсолютно другое решение. Вот. И, в общем, да, вот как бы таким образом мы разрешили свою проблему. Но это как... Ну, как бы... Когда я... Когда нам предложили этот вариант, наши адвокаты новые, я спросила, а... Ну, это же очень рискованно, кто-то так делал? Они сказали, нет, мы так никогда не делали, но мы слышали, что так можно. Это моя любимая. Коллега моего коллеги когда-то сделал так, и они получили прецедент, возможно, у вас получится. Но, скорее всего, нет. Ну, вот, да. В общем, я... Как бы, когда меня спрашивают, я, конечно же, говорю, я никому не рекомендую это, потому что это такое количество нервов и абсолютное не... Ну, абсолютное отсутствие гарантий, что, конечно же, если у вас есть другие способы лекализоваться, как тоже замужество, да, или политика, конечно, лучше пробовать эти варианты, чем... Как вы оказались в Колумбии? Ну, в Латинской Америке для меня очень какие-то такие загадочные места, да, местами опасные. Я не знаю, Колумбия – это вообще центр наркотрафики. Слушай, ты знаешь, здесь все очень изменилось, ну, довольно-таки давно, опять же, если почитать, они решили эти вопросы, и сейчас, как, знаешь, у них такой туристический слоган, что единственное, чего стоит бояться в Колумбии, это того, что вы не захотите уезжать. И, в общем, за последний год мы посетили семь стран, пожили в семи странах, среди которых Мексика, наша любимая, мы также были в Аргентине, в Колумбии, в Турции, в Ташкенте, в Узбекистане, в Ташкенте, где мы, собственно, получали визы. Вот. И, собственно, да, таким образом мы оказались в Колумбии, исходя из соображений отдыха, восстановления своей энергии. Мы сейчас живем в лесу, в горах. Вот. Да, да, да. И также небольшая, друзья, реклама. Мы имеем охренительный дом с садом за 840 долларов через Airbnb. То есть это не то, что это какая-то дешевая цена через знакомых. Нет, мы просто сняли дом на Airbnb за 840 долларов. Ника, скажи, пожалуйста, вот в завершении нашего интервью своих 5 топ-рекомендаций для новых эмигрантов. Окей. Значит, первое. Не пытайтесь вызвать к себе жалость, потому что это не то, на чем вы будете двигаться. Пытайтесь, наоборот, развить в себе силу справляться со сложностями. А сложности 100% будут. И это ваша школа жизни. Наверное. Да, плавно перетекая во второй момент, ну, как бы, желательно перед тем, как вы решаете поехать в эмиграцию, хотя бы примерно вы должны понимать, что вам придется брать любую работу, что вам придется делать то, что, возможно, вы не делали, находясь у мамки за пазухой. Вот. И вы должны научиться выносить это с достоинством, потому что так начинается путь снизу, когда у вас нету ничего. Вот. И, наверное, не знаю, пять получится или нет, три точно получится. Вот давай третье. Давай третье. Да. Помните про то, что в эмиграции каждый чувствует себя лузером и неудачником как минимум первый год, а то и полтора. Поэтому не воспринимайте это на личный счет. Просто помните, что вы находитесь в эмиграции, вы вынуждены учить все это как краш-корс у вас, скажем так. Вот. Поэтому относитесь к себе с пониманием, снисходительно и не забывайте отдыхать, потому что если вы не отдыхаете, то рано или поздно вы сляжете так, что это вам будет стоить гораздо больше, чем если вы возьмете один день отдыха, даже зная, что вы в долгах и вам нужно работать. А скажи, пожалуйста, что бы ты порекомендовала эмигрантам, которые уже здесь более нескольких лет? Я знаю, что ты кое-что упомянула вначале, но мы решили это чуть-чуть переиграть. Скажи, пожалуйста. Мне бы хотелось попросить людей, которые уже наладили свою жизнь и знают, в общем, как хорошо может быть в Америке. Ребята, будьте чуть поснисходительней. Но если вам было тяжело, это не значит, что всем должно быть тяжело. Отнеситесь с пониманием, не злитесь, не говорите людям «ъезжайте обратно» или «не хрен вам тут делать». Люди сами разберутся, а если в ваших силах помочь, что-то подсказать, может быть, отдать какие-то вещи бесплатно. Если вы можете себе это позволить, сделайте так, ведь это будет гораздо лучше для всей планеты и для вас в том числе, потому что это работает на вашу карму. И, конечно же, хотелось бы сказать людям, которые здесь давно, ребята, вы уже здесь давно, ну почему вы сохраняете остатки старого менталитета? Это самое худшее, что, блин, можно придумать, когда американский менталитет накладывается на советский менталитет. Это самое, блин, неприятное, что я видела в людях в Америке. И если уж вы приехали в страну и живете в ней 20 с хреном лет, так интегрируйте, интегрируйте. Вы же приехали сюда для того, чтобы жить в другой стране. Так развивайтесь, учитесь чему-то, не останавливайтесь, принимайте этот менталитет американский тогда до конца. Они развиваются, они учатся, они не стесняются быть глупыми, выходить из зоны комфорта. Так давайте мы с вами тоже будем так делать. У тебя огромное спасибо за то, что пообщалась с нами, дала свою рекомендацию, поделилась своей историей, частичкой своей души. Мы очень рады, что у нас будет твое интервью на нашем канале. И, наверное, слова прощания тебе. Спасибо. Спасибо большое. Мне очень приятно, на самом деле, что вы меня пригласили. Мне кажется, что у меня есть чем поделиться и с людьми, которые только недавно приехали, даже просто в виде напутствия, знаешь ли, pat on the back. И, в общем, с людьми, которые здесь уже давно. Ну, как бы, здесь, конечно, каждый сам для себя решает. Но мне кажется, что особенно в нынешние времена немножко хорошего настроения, немножко доброты, может быть, какого-то спокойствия никому не повредит. И, конечно же, всем, кому нужна помощь, всегда, ну, насколько я могу, даже просто советом я стараюсь помочь. Поэтому, друзья, если хотите меня найти в интернетах, пожалуйста, находите. Ну, и, конечно же, если кому-то интересно послушать нашу музыку, в основном она у нас на английском, но есть и русские песни, в том числе песня под названием «Гимна мигрантов». Ну, неофициальным названием, вообще она называется «Гражданин мира». Она, в общем, да, очень-очень заходит нашему брату. Она про гражданина мира, про то, что не надо, знаете, вся планета наш дом, поэтому давайте будем друг к другу относиться с любовью, с поддержкой. И, в общем, все будет у нас так, да, чики-пуки. Точно, точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова